В актовом зале администрации прошел круглый стол, посвященный перспективам развития системы 112 Московской области. В совещании приняли участие директора ЕДДС муниципальных образований, представители министерств и ведомств, обеспечивающих функционирование и развитие службы. В настоящее время в систему 112 у нас входит более 450 субъектов информационного обмена. Это и полиция, и Минздрав, и все наши оперативные службы. За год в систему 112 поступает более 7 миллионов звонков. С недавнего времени в специальном мобильном приложении появилась возможность отслеживать местонахождение машин скорой помощи. В тестовом режиме в Химках и Одинцово операторы экстренной службы принимают вызовы врача на дом. Эта практика признана успешной и будет применяться в других муниципалитетах. Также в числе пилотных проектов оформление ДТП без пострадавших. Участники круглого стола обсудили проблемные вопросы, поделились опытом и наметили планы на дальнейшую работу. А также высоко оценили уровень развития службы спасения Московской области. Эта высокая оценка стала результатом нашей с вами работы. Также благодаря четким скоординированным действиям правительства Московской области и экстренных оперативных служб. За прошедшие годы система 112 показала себя востребованным населением Московской области. Предотвращено множество происшествий, спасены жизни людей. Работа дежурных диспетчерских служб вышла на качественно новый уровень. Новая серьезная задача стоит, появилось недавно это, насытить информацией созданный, функционирующий, очень активно уже полгода где-то, Центр управления регионом Московской области. В завершении мероприятия почетными грамотами и благодарственными письмами были отмечены отличившиеся сотрудники системы 112 Московской области. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.